Доброе утро! Очень интересно было услышать сегодня утром о том, какие успехи были достигнуты вами всеми за такой короткий период времени. На самом деле, для меня действительно было очень интересно убедиться в том, что и протоколы уже, да, вы говорили, да, и насколько улучшились показатели оказания помощи детям. Я только желаю всего самого лучшего, в преодолении всех финансовых проблем и так далее. И, естественно, во всем мире, в разных странах есть разные проблемы, но я хочу вам пожелать именно вашей стране успехов в решении всех ваших проблем. Сейчас я хочу сказать организаторам, сказать спасибо за приглашение. Мы два, последние два дня мы с женой уже успели посмотреть кое-что в Киеве, нам очень здесь нравится, поэтому еще раз за это большое вам спасибо. Я сегодня буду говорить об одном пациенте. Это такой клинический случай, который мы хотели бы разобрать, но там затронуто очень много сфер, которые касаются нашей работы. Это доношенный ребенок, но, в принципе, то же самое можно сказать и о недоношенных, то, о чем мы будем говорить. И тема будет шок и кардиоваскулярный коллапс, и это не так часто бывает в сравнении с респираторной недостаточностью, с инфекциями, например, да, поэтому я бы об этом именно хотел бы поговорить, потому что на самом деле мы не так часто с такими состояниями встречаемся в своей работе. Я очень надеюсь, что какую-то информацию дополнительную я смогу вам предоставить о том, как предоставлять помощь, как лечить таких деток. Я из университета Пенсильвания в Филадельфии, в штат Филадельфии, США, детская больница Филадельфии, то есть это часть университета. У нас 95 коек, у нас уровень 4, который мы называем уровень 4, да, то есть там такие хирургические вмешательства на сердце. 76 коек у нас перинатальный центр, то есть это такого плана перинатальный центр, как вы рассказывали, и у нас еще другие есть 13 больниц, клиник, с которыми мы тесно сотрудничаем и с персоналом. То есть какой сегодня клинический случай? Мы будем называть этого ребенка Джей-Зи, это инициалы. Это мальчик, 8 дней уже, его выписали домой, но по неотложке привезли его, и жалобы были на то, что было очень сложно дышать, и не кушал ребенок. То есть это доношенный ребенок, 39 недель, 3,5 килограмма, вакуумный экстракт, после вакуумной инстракции, ну и все было нормально. То есть там мама начала кормить грудью, забрала ребенка домой. Потом где-то 3-4 день, моя мама увидела, что ребенок уже не плохо кушает, и уже ему неинтересно было сосать молочко. То есть и только 1-2 подгузника были мокрыми в день, и она привезла ребенка уже в больницу. Он уже был как бы практически в терминальном состоянии, очень бледный, весь покрыт пятнами, респираторный дистресс. То есть очень критическое было состояние у этого ребенка. Масса была 3,5 килограмма, то есть на восьмой день 3,23.23. Ну, скажем так, температура только была чуть ниже, там 95, это по Фаренгейту, а все остальные, да, то есть не по Цельсию, естественно. АД было более-менее, да, ну и, в принципе, другие признаки были, в принципе, неплохие, но газы крови, там было очень большое отклонение, PH, мы видим тоже низ 6,7, основа, дефицит основы минус 25, то есть очень сильный ацидоз у ребенка был, бикарбонаты 6, анионный интервал 31, мы видим лактат, уровень лактата 18, аммиак 113. Да, то есть, в принципе, для больного ребенка, ну, как бы нормально, то есть мы думали, что сепсис может быть, но там, в принципе, полиэкоцит, там вроде нормально, формула нормальна, кроме тромбоциты нормы, то есть тут мы признаков сепсиса мы не видели. И, собственно, это было в другой больнице, а не в нашем центре. Когда мы сделали рентген грудной клетки, то была небольшая дема, отек у корня легких, не было увеличения сердца, все как раз были и желудочки, и предсердия были раскрыты, и была гипохинезия, и плохая сократимость сердечной мышцы наблюдалась. Врачи из лейтенанного центра, они провели то, что мы называем АБЦ, то есть они провели первичную реанимацию, интубировали, провели вентиляцию, были боли с физраствором введены в первые часы, и там также бикарбонаты, и жидкости тоже внутривенно были начать, но, тем не менее, плохая инфузия и плохая сократимая центра показывала тоже. Были взяты посев тоже на различные культуры, и были назначены антибиотики. И ребенок был направлен в региональный центр. В региональном центре ребенку отменили дофамин и вентиляционную поддержку, но, тем не менее, лактат был повышенный, оставался и метаболическое исследование, которое тоже приходило постепенно в норму. Сердечная функция несколько улучшилась, но, тем не менее, она оставалась все-таки патологической. И на первые две жизни, два дня жизни ребенка в этом центре, у ребенка была сначала нормальная функция, а потом она стала ухудшаться. Это касалось как раз артериального давления. То есть оно было сначала 118 на 76, а потом поднималось до 139 на 88, то есть средний показатель был 108. Были проведены другие лабораторные исследования. Что касается печеночных кров, то они касались немножко повышенными. Было также небольшое повышение, и был обнаружен незначной пилыектаз. Ребенок после этого был переведен в нашу детскую больницу для того, чтобы провести дальнейшие исследования метаболические и сердечные функции. Ребенок был стабилизирован в его состоянии, но улучшения не было достигнуто. Итак, нашим первым шагом с однобожденными такого плана было все-таки, что же происходит с ребенком, почему у него такой тяжелый ацедоз. Это первичный метаболический ацедоз, или это вторично, связанное с плохим сердечным выбросом. Первое, что мы хотели бы сделать, это нам нужно было провести все исследования. То есть были задействованы абсолютно все лабораторные исследования. Мы провели электролиты, определили печеночные функции, кетоны в мочи, и все это было в норме по всем этим показателям. То есть, конечно, это была какая-то метаболическая патология, но все-таки мы думали, наверное, о каких-то врожденных нарушениях метаболизма. И, конечно, мне бы было интересно узнать, как проводятся такие скрининговые исследования новорожденных здесь в Украине. Я думаю, что больше у нас будет возможность поговорить, ну, проводятся ли скрининг, например, на различные метаболические какие-то нарушения. У нас обычно проводятся на 35 таких показателей. Конечно, включаются сюда многие, но не все. У этого ребенка тоже были показатели метаболического скрининга, то есть в норме. Мы, когда такой ребенок поступает в отделение неотложной помощи, интенсивной терапии новорожденных, мы начинаем как бы с нуля метаболические такие исследования. Ну, конечно, мы хотели определить, есть ли у ребенка органическая ацедимия, мы проверяли и ММА, и ПА, и ВИА, то есть различные из валериевой кислоты и другие показатели пропиуманного ацедимия, то есть все эти показания. Мы пытались определить, нет ли каких-то дефектов окисления жирных кислот в виде этих исследований. И также мы хотели определить, может ли здесь быть первичный лактоацидоз, потому что это тоже может быть связано с такими метаболическими обнаружениями, которые сразу не определяются при первичном исследовании крови или мочи, перватная гидрогеназа, могут быть какие-то изменения, также митохондриальные, и также может быть клеточная продукция молочной кислоты. Но для постановки этого диагноза надо провести биопсию ткани. Мы, конечно, не хотели этого делать у этого ребенка, но предполагали, что это может быть причиной плохого его состояния. Также мы хотели определить дефицит карнитина, который мог быть причиной кардиомиопатии. Я не очень же быстро говорю. Я могу медленнее, если нужно. Но вернемся к этому ребенку, Джей Си. То есть состояние шока стабилизировалось, он выглядел уже лучше, и мы понимали уже в тот момент, что у ребенка был кардиогенный шок, и это было, наверное, первичным нарушением. И мы, наверное, считали, что после того, как мы полностью сможем скорректировать ацетоз, то мы не будем ожидать рецидива этого. Как я уже сказал, это было первичное нарушение при лактации дозе, и если нормальные PH и лактат, то если мы не можем это поддерживать, то может быть рецидив. Но мы знаем, что если мы полностью не улучшим состояние, то тогда состояние ребенка может ухудшаться. В чем же была все-таки причина? Я коротко хочу сказать о том, что такое вообще шок, и с чем мы сталкиваемся при этом. Это когда мы говорим, что поставка кислорода в ткани не отвечает потребностям клеток, и это вот, честно, как раз встречается при плохом сердечном выбросе. Есть три фазы такого шока у новорожденных. Это есть компенсированная фаза, это когда есть тахикардия, то есть сердечный выброс увеличивается, но снижается, опять-таки, выделение мочи, диурез, но не изменяется давление крови, есть некомпенсированная фаза, повышается ЧСС, снижается диурез, и понижается артериальное давление, оно появляется очень поздно, вот как раз на протяжении заболеваний, и как раз в этой некомпенсированной стадии возникает гипотензия, и уже необратимая фаза, которая приводит к... как раз нарушается клетки и приводит в результате это к смерти ребенка. То есть у этого ребенка мы говорим о том, что номер два и номер три очень подходят к необратимой фазе, когда pH очень низкая. И нам в региональной больнице как раз провели замечательную работу по спасению жизни этого ребенка. Компенсированный шок действительно включает перераспределение кровотока к жизненно необходимым органам при помощи нейрогормональных механизмов, это сердце, головной мозг и надпочинники. Диурез снизился, но, как мы уже сказали раньше, артериальное давление оставалось все-таки в хороших диапазонах и поддерживалось повышением ЧСС, но иногда бывает вазоконстрикция и иногда все-таки сохраняется достаточно хорошо такое кровяное давление. Если мы говорим о некомпенсированном шоке, то мы говорим о снижении сократительной функции и снижении кровотока к органам и тканям. И я думаю, что, наверное, все слышали о так называемом горячем или холодном шоке и их противопоставлении. При горячем шоке мы говорим о вазодилатации, а при холодном мы говорим о вазоконстрикции. Но клинически это чрезвычайно важно обращать внимание, потому что если у ребенка горячий вот этот шок и вазодилатации, они выглядят такими розовыми, и что у них хорошая перфузия, но потом ПАЖ у них снижается, и они уже не выглядят такими тяжело больными, как ребенок, который испытывает холодный шок, у которого напутается вазоконстрикция, у которого очень такой покрыт пятнами, и у него серого цвета покровы. То есть мы говорим о вазорегуляции, как раз о тонусе кровеносных сосудов. И у новорожденных обычно как раз они к нам поступают в состоянии вазодилатации. То есть вазорегуляторный компонент, вот здесь вы его видите, это номер один, то есть когда есть недостаточная вазорегуляция на периферии, и есть как раз синдром повышенной проницаемости капилляров. часто у детей, вот как раз мы встречаем такие вазорегуляторные проблемы, когда тонус мышц их сосудистой системы очень низкий, и очень трудно всегда определить такой хороший баланс между сердечным выбросом и сопротивляемостью сосудистой. кардиогенный шок может быть первичным или вторичным, и в этом случае нам нужно понять, это первичная все-таки сердечная проблема, то есть связанная с сократимостью, или это вторичное что-то. Гиповолимия – это тоже очень важный момент в этом, потому что это кровопотеря. И также может быть такой многофакторный момент, может быть, сепсис здесь, и здесь может быть, опять-таки, повышенная проницаемость капилляров, и плохая вазорегуляция, и также снижение сократительной способности в сердечной мышце. Как мы уже говорили, клиника, мы ее уже обсудили, но давайте поговорим теперь о том, что же такое нормальное артериальное давление, давление крови новорожденного. То есть нормальный диапазон кровяного давления определяется присутствием нормального кровоснабжения органов, и когда мы видим у ребенка нарушение этого кровоснабжения, и мы видим, что оно выше 40, допустим, то это достаточно адекватный. А нормальный диапазон, когда мы говорим, что если этот диапазон где-то между 20 или 30, то нету достаточных данных о том, поступает ли достаточно крови к органам здесь. То есть здесь даже не столько цифры нам важны, а общее состояние ребенка, как он себя чувствует. То есть нижняя граница кровяного давления на протяжении первых трех дней жизни после рождения, вы видите здесь на слайде, он зависит от гистационного возраста. В статьях, которые были опубликованы в журнале «Клиническая перинатология», было показано, что у маленького ребенка где-то 25 недель, может быть 25 в первые дни жизни, но к третьему дню обычно где-то до 30 должно повышаться. У доношенного ребенка обычно должно быть где-то 43-42, и может достигать даже 50 через где-то 3 дня жизни. Но, опять-таки, это всего лишь цифры, и мы видели очень много случаев, когда вот эти цифры все-таки не дают нам полной информации о том, и надо смотреть, как все-таки ребенок себя чувствует. Что касается вариантов лечения, нам нужно будет очень подробно поговорить об этих лечениях буквально через минуту. Но в первую очередь надо восстановить объем, и тут нам нужно, наверное, восстановить 10-20 мл на килограмм, кистолуиды, это физраствол, лактат рингера, надо перелить термассу, если анемия у ребенка, альбумин, чаще это у детей более взрослых, но не у новорожденных, но обычно не имеет никакого преимущества в плане восполнения объема по сравнению с физраствором. Да, и даже у более взрослых детей может повышать смертность. Но, опять-таки, иногда, когда повышена проницаемость капилляров, то он может попасть с альбумином в межуточное пространство. Опять-таки, надо обеспечивать и повторять эти перфузии до восстановления нормальных жизненных показателей. После этого мы начинаем думать о назначении лекарственных препаратов, инъекционных допамин, допутамин, эпинефрин, адреналин, мельринон, гетрокортизон, и были проведены исследования, которые говорят о том, что новорожденные обычно не отвечают на просто введение каких-то влючителей объема. И мы вот поэтому часто назначаем в наших отделениях инъекционной терапии гетрокортизон. И, конечно, поддерживающий уход. То есть мы должны все тепло, контроль температуры, мониторинг, постоянное динамическое наблюдение за жизненными показателями. Ну, поговорим, опять-таки, вернемся к нашему ребенку, Джей Зи. То есть он поступил к нам с кардиогенным шоком на восьмой день жизни. И дифференциальный диагноз все-таки включал, хотя мы быстро исключили эти моменты. Первое, что это может быть какое-то поражение сердца, связанное с протоком. Это может быть корректация орты или стеноза орты или гипопластическое заболевание левого сердца, синдром. Мы этого ничего не обнаружили. Еще один момент, что когда проводится скрининг новорожденного, то перед выпиской мы проводим также сатурацию кислорода. Делаем это мы во всех детских отделениях. У этого ребенка тоже он был в норме. То есть мы этого не определили. Кардиомиопатия, которая могла быть вирусной этиологии, метаболической генеза или наследственная кардиомиопатия. Но семейного анабиеза кардиомиопатии в этой семье не было. Это могла быть тоже гипоксическая ишемическая сердечная дисфункция, потому что сердечная мышца не могла получать достаточного кровоснабжения. Сепсис мы уже упоминали о нем. Аритмия, быстро мы говорим. Но у ребенка восьми дней от роду или даже могла быть суправжелудочковая, допустим, тахикардия или трепетание предсердий. Но иногда это нас обманывает, потому что иногда бывает, что рождаются новорожденные, сводянки, и мы знаем, что в первичных тестах ничего не проявляется, и даже через два часа жизни вдруг у ребенка проявляется наджелудочкой тахикардии, хотя она даже не определялась, когда ребенок был в утробе. И тогда у ребенка ЧСС было в норме абсолютно. И мы видели, что очень часто были у нас такие случаи, когда аритмия бывает у новорожденного, это есть или в анамнезе, или через несколько часов, скажем, после рождения или после госпитализации. Могла быть также какая-то сердечная проблема, связанная с большим очень выбросом сердечным, это могла быть паровая перфузия, может быть, мальформация какая-нибудь травенозная в печени или в головном мозге. Но это определяется аускультативно, можно просто печень проскультировать и стетоскопом послушать, вот, скажем, что происходит в головном мозге. Если нет, то, конечно, нужно провести нейросонографию, которая поможет исключить этот диагноз. И тяжелая гипертензия достаточно редко встречается у новорожденных, и вы знаете, что когда у этого ребенка он находился в отделении интенсивной терапии, у него элементы все-таки такой гипертензии наблюдались. Какие же нормы артериального давления у новорожденных? Это относительно новая информация 2012 года. В педиатрической нефрологии они были опубликованы, и было очень много различных графиков артериального давления в первые дни жизни. Они как раз были представлены за первую неделю жизни. И опять-таки, если это касается недоношенных детей, вот это первая неделя, потом она снижается, как мы говорили. Вот доношенные дети здесь лежат. То есть на этом диаграмме вы можете увидеть, что диапазон артериального давления находится здесь. Это 50-й процентиль, какой же должен быть тогда артериальное давление. У ребенка вот где-то в районе вот этой точки. Вот где-то 41 неделя после зачатия, тогда такой показатель, где-то 60 сестерлическая. Вот у этого ребенка между 90 и 110, а сестерлическая где-то 140. Еще на этом можно посмотреть и по-другому. На этом графике это 99-й процентиль, то есть только 1% будут иметь АД выше, чем 100-110 сестерлическая. И вот тут вы видите, средняя выше 80, а JZ был выше всего 110. У него было 110. Поэтому тут как-то не входит в этот диапазон. Ну а сейчас мы немножечко отойдем от темы и поговорим о том лечении, которое было предоставлено и как его модифицировали в зависимости от получаемых результатов. И мы должны посмотреть на некоторые, так сказать, основы вазоактивных препаратов, которые мы используем у новорожденных. Поговорим о дофамине. Как вы знаете, рецепторы дофамина активны между 0,5 и 4 микрограмма на килограмму на минуту. Увеличивается в почках кровоток, в брожечной артерии, коронарной. Бета-рецепторы 4,8, они активируются в сердце и повышается сократительная способность сердца. Выше, чем 10, вот если это альфа-рецепторы, активируются альфа-рецепторы выше 10, и они приводят к периферической вазо-констрикции. И что было в региональной больнице, когда мы потом посмотрели, так сказать, что там было, врачи переживали, что плохо сокращается сердечная мышца у ребенка. И давали дофамин на ребенку, и в более высоких дозах приводит он к еще большей вазо-констрикции. Наверное, все-таки это не самое лучшее лечение для этого ребенка с повышенным АД, как в этом случае. Когда мы смотрим, какой препарат выбрать, мы должны думать о всех факторах, не только о сократительной способности, но какой АД, периферическая констрикция, там вазо-дилатация или вазо-констрикция присутствует, ну и легочной кровоток. Мы тоже должны посмотреть. И вот здесь мы видим таблицу, которая рассматривает некоторые из этих препаратов, которые мы больше всего, чаще всего используем. Наши реанимации дофамин, добутамин, эпинеприн и милренон. Мы используем, и милренон, сразу должен сказать, еще не очень хорошо изучен у новорожденных, но, как и многие препараты, которые мы даем деткам, иногда мы все-таки их используем еще до того, как мы получаем хорошие доказательства, потому что мы берем, скажем так, препараты, которые для взрослых разработаны. Ну, кроме, разве что сурфактанта, мы очень мало разработали именно для маленьких детей, но в основном мы берем их из взрослой медицины. То есть, опять-таки, не очень хорошо изучен, но он работает по другому пути. Это ингибитор фосфодиастераза типа 3 и улучшает сократительную способность сердца, как инотроп, увеличивает ЧСС, но это вазо-дилататор, как периферический, так и, скажем так, и в легочной. В легочном русле он так работает. То есть, нужно подумать об этом препарате. То же самое касается добутамина. То есть, у него активация рецептора бета-2 больше, чем бета-1, несколько, можно сказать, вазо-дилататор, и, наверное, снижает несколько резистентность в легочных сосудах. Мы сначала думали, что вот наш ребенок, у которого была вазоконстрикция с высоким давлением и плохой сердечный выброс. Я бы выбрал один из этого, или добутамин, или мелоринон для него, которые бы снизили давление, или, по крайней мере, не усугубляли бы его давление. Эпинефрины, если мы говорим об эпинефрине, это, скажем так, это уже, скажем так, вторая или третья линия после добутамина, ну, в зависимости, конечно, от состояния конкретного ребенка. То есть, тут больше эффект на бета, чем на альфа, но он приводит к вазоконстрикции и повышает резистентность в легочных сосудах. То есть, опять-таки, зависят теплый шок, горячий шок, то есть, вернее, горячий, холодный шок, какое давление, какой сердечный выброс. То есть, дофамин у нас первый, потом эпинефрин будет как бы как поддержка для ребенка с вазоконстрикцией, с лучшим давлением. Вот это то, чтобы мы выбирали бы для такого ребенка, который был бы еще вазодилитатором препарата. Ну, вот эта литература, которая мне помогает в моей работе, это рекомендация по лечению неонатального шока у неонатологии педиатрии. То есть, очень многие параметры клинические, скажем так, описаны, как лечить, как оценивать шок у новорожденных, у детей. И тут, за 2009 год, там лишний нолик. Я считаю, что это очень хорошая монография и рекомендую вам ее также пользоваться. Ну, что же, вернемся конкретно к нашему случаю. Что случилось, когда ребенок попал уже в детскую больницу, то есть, опять-таки, у него персистировал ацидоз, но, в принципе, не в плохом состоянии у него. Собственно, обезвоживания не было, и показатели были после того, что он прошел неплохие, это хипное было несколько, потому что все равно оставался ацидоз. АД, да, высокая, да, то есть, да, вы видите, 130-96, масса тела 3,14, несмотря на то, что родился 3,5, и очень много ему, ну, как бы, много жидкостей переливали. Но дома была явная дегидратация. Лабораторные показатели, легкий гепатит, нормальная функция почек, и потом, через некоторое время, опять-таки, вот, газы крови, хороший ПАЖ, лактат-8. Но, тем не менее, ну, как бы, мы работали над этим. Мы также провели эхокардиограмму, то есть, нормальная анатомия сердца, нет карктации, мы посмотрели. Но, и все-таки, сердечная дисфункция оставалась у этого ребенка. И вот эхокардиограмма здесь показана. Вот вы видите, все вот эти камеры расширены, и предсердие, и желудочки. Если вы помните, как должно сокращаться сердце, намного лучше должно сокращаться. Ну, то есть, в принципе, довольно слабое сердце в целом, можно сказать, не слишком хорошо порожняет желудочки, наверное, не слишком хорошо работает, и в целом не слишком хорошо сокращается. Тут мы видим, тут есть метральная аортальная недостаточность, да, вот. Хотя, в принципе, в целом и не так уж плохо, ну, была регургитация клапанная. И после этого всего мы сказали, да, ну, хорошо, у ребенка гипертензия, гипертензивная кардиомоопатия, плохая функция, персистирует, а Д высокая, да, повышенная, то есть, мы отменили дофамин, и мы начали милренон, да, по той причине, о которой я уже упоминал, то есть, не сильно, но чуть-чуть снизилось АД, там где-то на 10% было намного лучше уже, и мы хотели все-таки понять, почему, откуда эта гипертензия у ребенка. То есть, этиология у новорожденного, то первые три причины, это всегда почки, да, почки, почки, и еще раз почки, то есть, всегда, почти всегда это почки, да, очень редко, когда вот тяжелая гипертензия у новорожденных называются другими причинами, то есть, мы хотели провести УЗИ почек и КТ-ангиограмму почек. Ну, тут не очень хорошо, возможно, видно, но даже если может отключить свет, все равно там на этой картинке не очень было хорошо видно. Вот здесь такое пятнышко есть, такое яркое, которое все время присутствовало вот в одной из артерий, постоянно мы видели это пятнышко, да, питающие почки, вот чуть-чуть по-другому, да, чуть ближе, да, мы теперь видим то же самое. Я бы сам не увидел, да, ну, просто нам рентгенологи сказали, что там тромб, и на движущейся картинке вы бы увидели, как бы он двигался между систолой и диастолой. Ну, то есть, это тромбоз. То есть, мы провели ангиограмму, КТ-ангиограмму, которая более четко нам может показывать, и вот здесь вы видите, что левая почка в норме, тут хорошая перфузия везде, во всей почке, тут идет хорошая дольчатость, но справа, вот видите, к верхнему полюсу немножечко есть перфузия, но вот инфаркт достаточно обширный. Мы видим где-то 2-3 этой почки, то есть тут, скажем так, это и была причина гипертензии. Вот еще КТ-ангиограмма, другой вид, левая сторона вы видите нормально, а правая, тут даже сложно обнаружить, где находится эта почка, потому что там, собственно, произошел инфаркт. На 3D реконструкции КТ-ангиограммы мы опять-таки видим слева, мы обнаруживаем, очень хорошо разветвляются все почечные артерии, все сосуды. Здесь плохо видно, но тут и капиллярный даже ток по всей почке есть, но там видно, с другой стороны чуть-чуть есть кровоток в верхнюю часть, в верхний полюс, но вот то, что внизу, мы видим, что... И плюс еще анатомия какая-то вот несколько странноватая. Сразу мы видим разветвление, сразу верхний полюс, ну а там, где то, что должно питать нижний полюс, там тромбоз. Почему это случается? Ну, я думаю, что... В конце я скажу, почему, как мы думаем, почему это случилось. Но на данный момент, вот что мы имеем дело, имеем дело с тромбом. То есть, возможно, могут быть генетические причины, вот такое гиперкоагуляционного состояния у новонарожного. То есть, мы начали исследование по гомоцистинам, может вызывать дефицит протеина С, протеина С, антитромбин-3, один из регуляторов тромбоза, лейденовский фактор 5, фактор 2, фактор 8. И есть другие, да, кардиолипидные антитела, да, и также антитела к бета-2-гликопротеину. Вот такие могут быть причины. Но каждый раз этот список пополняется, когда мы получаем новую информацию, могут быть еще генетические молекулярные причины гиперкоагуляционных состояний, то есть тромбоза у ребенка. То есть, конечно, в этом случае нам нужно было с этим разобраться, потому что степень тяжести тромбоза была очень высокая. То есть, мы поставили, да, такой диагноз тромбоза, вот некардипин, да, инфузию мы провели, снизилось давление. Мы хотели бы, чтобы систолическая была в пределах 90. Это приблизительно где-то близко уже к норме. Мы использовали инфузию некардипина для этого. Это блокатор кальциевых каналов. И мы считаем, что это самый эффективный антигипертензивный препарат. Если дать слишком много, то можно тут же, значит, прикрутить капельницу, да, до достижения полной метаболизации того, что поступило ребенку. То есть, им легко управлять. То есть, и в острых состояниях он очень удобен, вот как в реанимации, и можно мониторировать, скажем так, как проходит инфузия некардипина. Ну и мы сразу начали давать этот препарат, и уже состояние буквально в первые дни улучшилось. Но что касается тромба, мы стали давать гепарин. А для маленьких тромбов мы даем низкомолекулярный гепарин. Ну, а вот здесь вот брендовое название, Лавинокс, это подкожно дается протокол. Ну, то есть, в принципе, тут надо было написать просто протокол гепаринизации, который помог бы избавиться от угрожающего жизни тромба в почке. То есть, Лавинокс, это... Мы перешли на Лавинокс, это брендовое, опять-таки, название, низкомолекулярный гепарин подкожно. Ну, и через несколько дней стало все улучшаться. Мы уже потом перевели с вазоактивных, скажем так, капельниц, то есть, потихонечку отменяли мелуринон, некардипин, и переходили уже на пероральный, энтеральный каптоприл. То есть, попытались отменять капельницы, да, и так перешли потихонечку на энтеральное, и нормально было с давлением. И через несколько недель совершенно пришла в норму функция сердца. Мы уже расслабились, нам стало легче уже, когда мы это увидели. И вот, кстати, ацидоз так и не возвращался. Так он и не возвращался. То есть, то, что мы думали, возможно, это какие-то врожденные пороки, связанные с молочной кислотой, и все это мы, ну, так сказать, мы уже не стали об этом больше думать. Метаболические исследования в норме. Мы также сделали исследования по поводу гиперкоагуляции. Все в норме. То есть, мы не нашли никаких генетических причин образования тромба. Ну, и потом ребенка выписали домой. Ну, конечно, нужно было у узких специалистов наблюдаться достаточно долго. Это вот почки, сердце и гематолог тоже должен был смотреть ребенка. И еще также ребенок оставался на лавиноксе подкожно. И вот, когда ребенок выписывался, почти он пришел к своему прежнему весу. Ну, вот тут еще одна страничка с литературой по каптоприлу. Да, то есть, энтеральный препарат, который чаще всего используется. И никардипин вот тут тоже. Вот одна из, скажем так, рекомендаций, вы видите, автора. Это по лечению никардипином. То есть, что же, собственно, с этим ребенком-то произошло? Ну, немножечко это тайна. Тут все это вместе сложно все собрать, эти кусочки. Но я попытаюсь поговорить о разных факторах, которые имели место, и как мы их вместе собрали. И они касаются очень многих сфер, скажем так, оказания помощи новорожденному ребенку. Ну, например, вот дегидратация, вопрос. Немножко сложно доказать. Там электроэлиты, в принципе, не были такие-то, такое уж отклонение. Но очень много потери было массы тела. И не было такой сильно большой дегидратации. Но, наверное, у ребенка все-таки были признаки изначальной дегидратации. И также мы говорили, что, может, это анатомический вариант его почечной артерии. Потому что почечная артерия, мы видели, что она была как бы структурирована, да, атипично, возможно, у многих так и происходит. Но, может быть, его такая атипичная анатомия и предрасположила его к этому тромбу. Ну, и потом мы так предполагаем, что это могло привести к тромбозу почечной артерии. Ну, и мы думаем, что вот все, причиной всего это был вот этот тромб. Что привело уже к острой тяжелой гипертензии, которую мама не увидела, потому что как мама может поставить такой диагноз. И даже когда ребенок упал в больницу по неотложке, тоже это сразу не диагностировали, когда ребенок был в шоке, в коллапсе. Но после реанимации на это уже обратили внимание, когда уже лучше стала ситуация с ацидозом. То есть это привело к гипертензивной кардиомиопатии, кардиогенный шок, и потом метаболический ацидоз, какая-то определенная степень гепатита присутствовала, но это все прошло. И других причин высокого давления не нашли. И был положительный ответ на лечение. И, как по мне, в этом случае, вот как выбирать, какой препарат использовать, в какой ситуации, для того, чтобы первичную проблему лучшим образом убрать. И вот это решение очень важно. Ну и потом была выписка с последующим наблюдением узкими специалистами. Ну мы можем подумать о том, как наблюдать за таким пациентом, какие могут быть программы, и когда их правильно выписывать. Ну, в принципе, это вот такой клинический случай. Но если у вас есть еще вопросы, может быть, или другие предложения, что обсудить, есть вопросы? Или комментарии? Какое неврологическое состояние было у новорожденного? Нарушение сознания, супор, кома, судороги? Или нормальное? Слышите меня, да? О, неврологический статус у этого пациента, к счастью, был в норме. Судорог не было, мы не наблюдали. Гипотония была, вялость, но после реанимационных мероприятий все было в норме. То есть, клинических признаков, таких, о которых вы говорите, у нас не было, у этого ребенка не было, чтобы были какие-то данные за неврологические, скажем так, изменения. Это к счастью. Спасибо за очень такую интересную презентацию, клинический случай. И у меня такой вопрос. При рождении ребенку делали вакуум-экстракцию. Был ли фитальный дистресс? В какой степени, в каком именно периоде родов, второго периода по времени накладывали вакуум-экстрактор? 4 балла за Абгар. Низкая оценка, какие реанимационные мероприятия были. Как наблюдали этого ребенка в первые часы жизни? И делали ли нейросонографию перед выпиской на вторые сутки домой? Спасибо. Отличный вопрос вы задали. Это было проведено в других больницах, не в наших. Как вы знаете, мы получили от них информацию о том, что было. Но надо сказать, что реанимация, стабилизация ребенка была очень короткий, период послеродовый был практически в норме, проходили, то есть никаких таких признаков не было. И первые два дня наблюдения, когда он был в детском отделении, ничего не было, никаких признаков. И тестирование какое-то специальное не проводилось. Мы знаем, что после вакуума экстрации ребенок начинает развиваться чуть-чуть медленнее. Но все выглядело абсолютно нормально. Но, конечно, ребенок потом был госпитализирован, как мы знаем, потому что у него ухудшение состояния началось дома. Уже два ребенка привело дома, молока еще у матери не было, то есть она только начинала. А вот дома уже начались проблемы, как мы знаем, со вскармливанием и потеря массы тела. Да, но вот я не упомянула об этом, что педиатр после сразу выписки домой не осматривал его, хотел бы, но между вторым и восьмим днем его никто и не видел, да, то есть педиатр должен был осмотреть его хотя бы на четвертый день после выписки. И вот дома мать боролась как бы с этим плохим кормлением ребенка сама без этого. То есть многое можно было сделать лучше, конечно, в том числе провести консультирование по вскармливанию, по лактации через... Но на протяжении первых там 48 часов все-таки тоже должно быть адекватное наблюдение как раз педиатром быть, а этого, к сожалению, не было. Да, спасибо вам за вопрос. Скажите, а какой был далее катамнес у этого ребенка? Ведь у него была очень низкая фракция выброса. Имел ли он проблемы с сердцем в будущем инфекции? Может быть, это кардиопатия была? Либо аномалия отхождения коронарной артерии? Спасибо. Что касается коронарной артерии, то их хорошо видели кардиологи, приехал к кардиограмме. Обычно такая проблема возникает только с одним ответвлением артерии. Но после все-таки реанимации функция была полностью восстановлена. Это недавний такой случай, поэтому мы знаем только результат катамнесического наблюдения за 3-4 месяца. То есть, эхокардиограмма, результат дала нормальный вот за этот момент, после выписки от нас. С почками, к сожалению, там еще инфаркт этот сохраняется, то есть, часть почки потеряна, мы скажем так. И поэтому ребенок от април продолжает принимать для контроля гипертензии. Но, тем не менее, фильтрационная способность почки хорошая, креатинин нормальный. То есть, есть такая возможность, что в будущем, может, этому ребенку надо будет провести нефрактомию, удалить эту плохую почку. Но пока что вот такого медикаментозного лечения достаточно для того, чтобы контролировать давление, кроме... Что касается неврологического статуса, как мы уже говорили, мы не очень часто МРТ там проводим, не ищем специальные какие-то эти проблемы. То есть, ребенок должен наблюдать педиатр и специалист по развитию неврологическому. Вот, но пока что все вроде нормально с ним в плане неврологии. Мой вопрос такой. Проводилось ли исследование у ребенка почечного или сердечного антидиуретического фактора? Спасибо. Антидиуретический фактор, будь это ренал или кадиак, whether the антидиуретический фактор started examining this child be... Antidiuretic. Нет, нет, не проводилось. ADH. ADH, антидиуретический гормон. Да. Антидиуретический гормон, да? Yes. Нет, мы не исследовали его. Стабильные электролиты были, вроде как в диуретический фактор тоже все было нормально. То есть, анализ мочи общий был нормальный, поэтому мы не видели необходимости в этом. Может быть, позже, да, мы проверим. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.